итак всем привет и вот мы подобрались к классам то есть последнему разделу и в этом разделе у нас три упражнения вот надеюсь сделаемся успеем сделать за 20 или за 25 минут все три итак здесь нам нужно дистанционно управлять ботами там различные вариации какие то есть ну давайте сразу приступим к дистанционному управлению так 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 нажмем f1 и так дистанционное управление ботом без использования поста обменом информации бот должен проехать по 6 синим отметкам вам потребуется использовать команду string для того чтобы передавать команды управляемому боту эта строка будет содержать порядок выполнения например move 20 вы видите что это тот же синтаксис используемый языке си вот но вы но мы могли бы выбрать любой другой например что-то вроде advance 20 эта строка имеет статичный класс который будет использован для связи ведущего бота с ведомым мастер тот кто управляет а ведомый слэй что потребуется колесный сборчик без батарей данный бот будет ведущим далее ведомый тренировочный бот запрограммированный заранее на ожидании команд от ведущего бота прежде всего нужно понять как программа работает класс эксченж содержит себе механизм обмена данными мы заставляем статичный номер класса м ордер который содержит себе команды для выполнения мы заявляем они заставляем сорян слово статический гарантирует что м ордер будет одинаковым во всех классах и так нам надо написать создать класс ну ну блин плохо что здесь не копируется давайте я поставлю на паузу и скопируем и так тут короче надо было скопировать только вот эту штуку но давайте по очереди ведомый все это все ерунда описано в ведомом боте ну давайте вот он для него сейчас мы создавать программу не можем для него уже созданных но в качестве примера да давайте посмотрим его программу вот здесь как раз есть класс вот вот он этот класс эксченж да блин вот и вот здесь все здесь описано то есть м ордер это строка на которая содержит в сроковом виде ну тут что нужно делать то есть там было сказано можно что угодно написать то есть мы это для себя да здесь мы можем хоть просто написать м и т вот ну мт мы там будем когда мастер будет править эти команды вот но для более на более наглядности здесь оставили команды аналогичные вот этим командам да вот мув мув и здесь тёртур и так этот класс что этот класс содержит он себе содержит строку эта строка принимает когда вызывается функция путь она принимает в себя какой-то этот ну команду вот то есть с помощью функции путь и и и и только в том случае если сам приказ пуст там ничего нет есть дальше синхронизат нафига синхронизат кстати надо сейчас прочитать вот гэт что такое гэт гэт просто мы читаем наш приказ присваиваем временной переменной эту переменную возвращая и между тем как возвратили мы очищаем наш приказ то есть гэт хоть одно обращение грубо говоря очищает вот этот наш объект вот поэтому два раза гэт вызвать и получить и не тоже результат не получится вот и вот есть функция слоев до эксченж лист создается объект вот и дальше строка и теперь здесь есть два цикла вложены и так первый первый цикл у нас крутится до тех пор пока пока вот не пусто чё ли так здесь же как при первом запуске гэт и у нас обнулиться м ордер при втором вызове ну ладно так ну это судя по всему типа такая заглушка но сейчас мы разберемся и думаю месседж месседж это просто сообщение на экран выводит я еще не запускал но предполагаю стр файнд стр файнд просто ищет в этой строке вот мы получаем из пункта обмена информации строку move там то черный или еще чего нибудь так вот месседжер файнден эту строку сравнивать с этой то есть ищет вхождение вот этой муфты все позиции есть она равна нулю соответственно вот туда содержит мув то 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 выполняется вот следующий да выполняется команда му вот стр мид ст рвал ст рвал это скорее всего переводит строку в число ст рмид я так понимаю наверно обрезает а ну давайте нажмем f1 f1 где тут где тут вот этот что такое синхронизм метод класса может быть объявлен с помощью синхронизм данный метод помогает убедиться в том что какая-либо функция никогда не выполняется более чем одним ботом что произойдет если два бот два бота будут выполнять метод инк в одно время одна оба они будут выполнять вал равно нб и ждать две секунды так что один из них будет иметь короче насколько я понимаю там один бот вызвал вот эту функцию и когда сразу же вызывает и второй бот такую функцию то второй бот просто тупо ждет пока не завершится эта функция вот поэтому на я так понимаю для этого и надо этот синхронизм вот так давайте по вот этим с троковым стр рвал с тарвал преобразует строку в число вот понятно ст рмид извлекает под строку заданной длины даму о чем 5 завершающий символ походу еще извлекает потому что смотрите мув один два три четыре четыре символа так так а что будет если тут мув и будет дальше один два три то она извлечет мув и вот эту единичку вот но в данном случае тут завершающий символ есть ноль ну 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 это сейчас нет не столь важно так вот это странно почему внешний цикл внутренний ждет заявку с помощью метода get ну так судя по этому коду после отработки функции get м ордер очищается а ну да пока он пустой крутится цикл как только он стал не пустым цикл завершается и дальше происходит выполнение программ вот ну 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 это понятно дальше смотрите ведущий вот это то что надо было сделать ведущим ведущим надо было написать функцию send ордер получить доступ к ченге объявить переменную объекта из эксченж и и и и и положить туда команду а то есть это отдельно функция вот здесь самой главной программе для ведущего для того бота у которого нет батареи вот просто поочередно выполнять вот эти вот функции move turn move turn вот все то же самое только в виде строк ну давайте запустим и то есть как мы видим он то есть пункта точнее этого поста обмена информации нет то есть этот бот напрямую управляет вот этим то есть посылает команды и команды посылает с помощью класса да вот то есть этот класс описан здесь а этот наш ведущий получает к нему доступ и закидывает туда строки для чего строки не знаю ведь можно же и без строк можно числовые значения быстрее должно работать ладно второе упражнение во втором так ведомый запрограммированный заранее то есть вот этот бот у нас уже запрограммированный рван заранее мы добавить программу не может здесь все то же самое да у нас у нас есть класс 1 и класс 2 теперь теперь смотрите ордер а он получает уже не строку а он получает у нас объект объект из двух параметров тип и парам так так значит значит нам нужно я так понял просто переписать предыдущую программу предыдущую про блин я не то нажал предыдущую программу ну я не не запомнил что там написано нет это не предыдущая программа блин так давайте выйду и сохраню первую так где вот она сохраним 71 окей выходим и запускаем вторую то есть вот ну как я и начал говорить да какой зачем строки передавать если можно какие-то числовые значения передавать но в данном случае там не числовые значения а там нам на нужно будет нам нужно будет объявить тоже вот такой вот класс паблик класс это пойма не надо его здесь объявлять достаточно 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 создать перемену да как там было ордер а вот и и и и и и передавать сюда у нас тип будет ордер давайте о до этого у нас были строки сейчас у нас давайте еще раз смотрите до этого первое упражнение у нас были строки сейчас вместо строки у нас добавился объект до новый вот то есть объект и объект следующего типа вот вот такого паблик класса соответственно этот объект содержит себе тип команды и параметр тип команды прав то есть это вот целое число и вещественное вот соответственно нам нужно переписать мы передавали 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 вот здесь строку мул 20 черн 90 и так дальше теперь нам надо просто передавать объекты и эти объекты как-то инициализировать создавать но вот здесь вот здесь предлагается такой способ но в принципе согласен сэнд ордер мы меняем сэнд ордер как контроль z кстати вот здесь работает тоже вот сэнд ордер сэнд ордер мы меняем на что мы меняем на номер на где-то флот ордер а вот так флот ордер и парам тоже по-моему флот или инт инт должен быть нет флот ну ладно флот парам пишем пара есть теперь создаем объект ордер а вот таким вот образом так так дальше о . о . что-то у нас было мтайп так мтайп равно ордер ордер и о . точка м парам давайте вот здесь делаем м парам равно парам окей и теперь в путь передаем по объект уже не строку объект а вот здесь а вот здесь нам нужно так мы это единичка и параметр 20 терн это двоечка и 90 единичка и 20 так сейчас я нажму паузу и так и так вот я все переписал теперь мы передаем не строку а непосредственно два значения вот но по идеям по идее мне кажется что у нас где-то в каком-то упражнении было был такой способ инициализации когда объект например в данном случае о можно было сразу инициализировать вот таким вот способом а конструктор надо писать я понял хорошо конструктора мы доберемся ну когда уже будем выполнять миссии итак ну вроде бы все давайте запустим 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 запускаем вот ну да в принципе обучение то нормально строк строку передали было показано как работать со строками что для этого есть специальные функции дальше без строк да уже создали объект передаем ну нормально ну кстати видите без поста обмена информации управляемость быстрее чем с постом потому что надо по посту этому передать потом пост пока расчехлится так два задания выполнили и давайте сразу третье тоже 15 минут прошло и чё у нас тут надо видом и запрограммировано это отлично что видом и запрограммировано что нам надо сделать так прежде всего нужно понять как правит так это это мы поняли по-быстрому по-быстрому пока программа проста не понял в чем отличие фу давайте быстро ведущий бот будет передавать сразу несколько заявок не даже а не дожидаясь я понял фишка в том что вот здесь еще создается массив фифо first input first out вот первый зашел первый ушел ну это очередь есть такой тип данных все понятно теперь смотрите фишка в том что ну ничего сложного нету сейчас я попытаюсь быстро объяснить ну насколько я понял так вот это мы убираем так так смотрите вот это мы убираем до этого мы ждали мы ждали пока бот приступит к выполнению программы сейчас мы ждать не будем мы сейчас одним скопом отошлем ему все команды вот но для того чтобы эти команды не потерялись у бота вот у нашего бота давайте откроем все эти команды теперь и в прошлый раз у нас этот орд да ёлки палки я клацану на середину вот этот ордер это было просто одной переменной сейчас же это массив массив чего массив вот этих вот объекта вот этого типа так вот когда мы делаем put мы узнаем размер нашего массива и в конец добавляем значение а get извлекает самый первый элемент вот и все вот соответственно ждать ничего не надо то есть мы как так как он там дальше едет мы передаем то есть заполняем этот массив дальше вот здесь в этом цикле в этом цикле не бывает что такое wait здесь он ждет да а ну подождать надо потому что время какое-то на выполнение должно быть сейчас посмотрим туда вот он извлек сказал двигаться и поехал да а потом новый цикл move order get и так get когда наш массив путь возвращается ну иначе же из этой очереди постоянно извлекаются какие вот самый первый элемент копии что такое копии и для чего оно надо это метод put позволит ведущему боту передавать заявки заявки могут быть легко добавлены в конец массива да в конец массива они и добавляются другой метод get может быть использован ведомым ботом для получения задания этот метод возвращает выполненную заявку если лист пустой будет возвращено значение ну и бот будет ждать следующих команд в противном случае первая заявка в списке будет возвращена а оставшиеся будут продвинуты вверх вот а ну да понятно смотрите get get возвращает нам первый элемент вот этого нашего массива так так то есть если размер 0 то возвращается 0 дальше у нас есть копии и у нас в наш этот копии копируются все остальные элементы то есть первый объект есть а в копии начинают копироваться 2 3 4 5 и так до конца массива вот после чего наша очередь ну нашей очереди присваивается копии то есть смотрите если наша очередь равна нулю то функция get просто возвращает ну и у нас получается вот здесь ожидания до тех пор пока команда не будет выполнена так странная чуть-чуть логика кстати кстати немного странная да ну да ладно вот то есть здесь сделан таким образом то есть метод возвращает выполненную заявку вот она как ну ладно выполненную так выполненную хорошо чуть-чуть по-другому конечно сделал бы но это уже будем реализовывать все эти идеи в миссии давайте попробуем выполнить эту программу я еще не запускал move 20 ну вот на данном этапе наш вот этот сборщик передал все значения а кстати message вот это message что выползает это функция message как раз выводит вот этот вот сообщение ну все выполнили вот давайте салюты это же последняя миссия ну должно было быть больше салютов цветочков ладно смотрите мы выполнили все разделы и что начать блин я не хотел начинать выход назад вот и теперь у нас есть миссии здесь миссии покидая землю и свободная игра покидая землю я так понимаю это одно и то же возможно я скачаю еще какие-то миссии возможно но если они есть в природе вот но в следующем видео мы начнем я начну выполнять эту миссию да не обещаю что я буду выполнять ее долго но как минимум 2-3 видоса каких-то по этой миссии будет ну а дальше есть друг другая работа другие там вещи которые нужно на канал добавлять вот поэтому поэтому в следующем видео приступим к выполнению миссии и битвы роботов ну может может быть вот сюда еще попробуем может быть ну давайте классным быстренько 22 минуты ну да ладно это просто классным посмотрим что у нас тут ну у нас тут все вылетело поэтому всем спасибо за внимание подписываемся делимся всем пока пока субтитры сделал DimaTorzok